Древняя Индия В горах живут боги. Индийцы считали, что реки священны, и именно они дают жизнь. Джунгли Индии Густые, практически непроходимые леса находились на берегах реки Ганг и назывались джунглями. Деревья необычной толщины вырастали в этих лесах. Его ветки сплетались между собой и, касаясь земли, снова пускали корни. Царь леса – так люди называли такие деревья. Густая листва не пропускала солнечные лучи. Круглый год в лесу цвели яркие и душистые цветы. Слышались голоса разнообразных птиц. Но путника в темном лесу подстерегала опасность. Дикие звери, змеи, ядовитые насекомые. Поселение среди джунглей Боги и животные Разнообразные животные населяли джунгли. Такие как львы, леопарды, обезьяны. По земле ползали питоны, гадюки, кобры. Больше всего индийцы боялись змей. Вокруг домов они раскладывали еду, пытаясь их задобрить. Индийцы в своей религии представляли богов в виде животных. Одним из главных богов был мудрый Ганеша с головой слона. Индийцы почитали слонов. Они их приручили, и слоны помогали индийцам и в военных походах, и в мирное время. Но самое почитаемое индийцами животное была корова. Она давала людям молоко, масло, и если человек убивал корову, его считали страшным преступником. Переселение душ Индийцы верили, что если кто-то умирает, он не перестает существовать, а просто меняет свой облик. Ведь птицы, звери, насекомые думают и говорят как люди. Вера в то, что после смерти человек может родиться животным, заставляла людей задумываться над своим поведением. Ведь если он пьяница, то родится червяком. Если вор, то крокодилом. А если убил какое-то животное, то родится в шкуре этого животного, чтобы тоже испытать страх перед смертью. Искупив свою вину полностью, человек мог родиться опять человеком. Переселение душ – вот во что верили индийцы, и это не позволяло им обижать все живое. Ведь в любом живом существе могла находиться душа отца. Доходило до того, что многие ходили с метелочками, чтобы не раздавить какого-нибудь жучка. Индийские касты Как произошли четыре касты? С самого рождения индиец принадлежал к одной из каст – жрецов, знатных воинов, земледельцев, слуг. Индийцы считали, что касты произошли из тела бога Брахмы. Жрецы из его рта, воины из могучих рук, земледельцы из бедер, а слуги из пыльных ступней. Люди разных каст отличались по рождению так же, как животные по породам. Дети брахманов становились жрецами, дети слуг – слугами, и не иначе. Жертвы, приносимые брахманами Для принесения жертвы богам в каждый дом приглашали мудрого и почтенного брахмана. Брахманы разжигали огонь, пели хвалебные песни, приглашая богов посидеть у костра, вдыхая запах еды. Индийцы верили, что если боги сыты, они даруют хороший урожай на поля. Три периода жизни брахмы Три периода жизни – учение, семья, отшельничество – так условно можно было разделить жизнь брахман. Какими словами обращаться к богам, чем их прославлять, а чем кормить – этому обучались долго и старательно. В семь лет отец отдавал сына в дом в ученики к брахману. Мальчик оставался там жить до 16 лет. Ученик слушался учителя и почитал его, как своих родителей. Подходя к учителю, ученики должны были низко кланяться, так, чтобы касаться ног учителя. Подходили к нему с непокрытой головой, босиком, не имели права повернуться к нему спиной. Изучая целые книги, мальчики также выполняли и работу по дому. Когда обучение подходило к концу, учителю подносили в дар корову, а ученику искали невесту. После обучения брахман обзаводился семьей. Теперь он и сам мог брать себе учеников, приносить жертву богам не только для себя, но и для других. И вот подросли его дети, появились внуки, брахман оставляет дом на старшего сына, а сам уходит в отшельники. Уходя в лес, брахман отрекался от привычной жизни. Оставаясь наедине в лесу, старался достичь блаженного душевного покоя. На что только не шли брахманы, чтобы после смерти снова родиться брахманом. Одни истязали себя плетьми, другие могли годами не разговаривать и так далее. Другие касты. Цари в Индии принадлежали к касте знатных воинов, поэтому окружали себя людьми из этой касты. Во время войны они сражались на слонах и на колесницах, а в мирное время состязались в умении стрелять или охотились. Вера в свое происхождение от древних царей, таких как Рама, уже ставила их выше простых земледельцев и тем более касты слуг. Имея свои дома, поля и скот, земледельцы также относились с пренебрежением к касте слуг. Не имея права преподносить дары, копить имущество, слуги обязаны были почитать все вышестоящие касты, особенно брахманов. Неприкасаемые. Существовали люди ниже слуг. Они не имели права жить в деревне, питались отбросами, ходили в специальной одежде, чтобы другие не могли прикасаться к ним. Таких людей называли неприкасаемые. Они приходили в деревни для уборки мусора, делали всю грязную работу. Люди презирали их, как каких-нибудь грязных животных. Неравенство между кастами не смущали индейцев. Это им казалось естественным. К касте брахманов относились с глубоким уважением. И если кто-то осмеливался поднять на брахмана руку, ему ее отрубали. Но религия давала возможность и простым земледельцам после смерти стать или воином, или царем, или брахманом, но только если они будут смиренны и покорны в своей нынешней участи. Но не все мудрецы придавали значение различиям. Будда, например, считал личные достоинства превыше кастового различия.